Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре vario-фильтры, сразу несколько от компании KNDF Concept. Не так давно я уже рассматривал один из vario-фильтров от данной компании. Это был фильтр с диапазоном переменных значений от ND2 до ND400. Сегодня у нас сразу несколько фильтров с чуть меньшим диапазоном. Но интересен не только факт, что это vario-фильтры с тем или иным диапазоном переменных значений затемнения, но и также тот факт, что один из фильтров имеет, помимо переменных значений затемнения, еще и поляризационный эффект. По диапазонам есть фильтр ND2-ND32 с поляризатором как раз. Фильтр ND32-ND512. Как мне кажется, он был бы неплохим дополнением как раз-таки к vario-фильтру 2.32. И фильтр с диапазоном от ND8 до ND128. Что касается цены. Я вам скажу так, хороших vario ND-фильтров дешевых не бывает. Если они дешевые, то, как правило, это фильтры, которые имеют, во-первых, достаточно сильные цветовые искажения, а во-вторых, у них, как правило, довольно жуткие крестообразные дефекты. В описании под данным обзором я оставил ссылочки на все эти фильтры. Вы их можете там найти, пройти, посмотреть, какова цена на данные фильтры сейчас. Еще один момент. Там же вы в описании найдете промокоды, которые действуют на Алиэкспресс и на официальный сайт K&F Concept российский. Эти промокоды можно использовать до 31 марта 2022 года. На сайте K&F Concept они вам дадут 10% скидку. Если вы захотите приобрести на Алиэкспрессе, там тоже акция ограничена до 31 марта, то вам будет дана 15% скидка при заказе свыше 30 долларов. Я бы рекомендовал использовать Vario-фильтры как достаточно дешевые фильтры в совокупности с применением переходных колец. То есть приобретать Vario-фильтр под самый большой диаметр имеющегося у вас объектива. Тряпочка из микрофибра, чтобы можно было протереть. Забегая вперед, скажу, что только с данным фильтром она была в комплекте. Собственно, сам фильтр вот в кейсе. 8-128, как и следующий фильтр. 32-512, уже без тряпки. Кейс немножечко другой, круглый. Наверное, интерес больше вызывает как раз-таки фильтр 2.32 за счет того, что помимо Vario-фильтра в нем есть поляризация, поляризатор. Прежде всего, поляризационный фильтр вам помогает устранить нежелательное отражение от неметаллических поверхностей. Это могут быть блики на воде, это могут быть блики на той же зелени, это могут быть блики на каких-то стеклянных поверхностях, если вы снимаете через какие-то стеклянные витрины, например. Они помогают избавиться вам от отражений. Они довольно полезны, на самом деле, инструмент. Также они помогают вам увеличить насыщенность изображения. В зеленых, синих тонах я специально запасся отдельным объективом, для того, чтобы можно было продемонстрировать, как работает регулировка. В данном случае у меня объектив 40-150 от Olympus. У нас есть отдельное ушко, которое нам позволяет изменять значение ND. И сам корпус поможет вращаться, тем самым меняя эффект, работу поляризатора. Есть одна проблема. Вам нужно сменить только значение ND. У вас параллельно может слегка прокручиваться и поляризатор. Варио-фильтр – это, в общем-то, два поляризационных стекла, которые, вращаясь друг относительно друга, у вас меняют степень затемнения. Естественно, что у такой конструкции есть один немаловажный недостаток – это вероятность появления крестообразного дефекта. Обычно это свойственно варио-фильтрам с большим диапазоном, без стопоров. Кстати, здесь все три фильтра имеют стопоры. У них есть крайние положения. С одной стороны, это удобно. Вы не подвергаете себя риску начать крутить в ненужном направлении. С другой стороны, такая схема позволяет как раз-таки избавиться от этих крестообразных искажений, потому что, как правило, они появляются в крайних значениях. В данных всех трех фильтрах используется японское стекло, импортное, у которых осуществляется нано-покрытие, которое, с одной стороны, защищает ваши фильтры от царапин, от бликов. Они водоотталкивающие. Если фильтр ND2-32 имеет двойной функционал, это сказывается на толщине его рамки. Как вы сами можете сейчас видеть на экране, у него 9,1 мм толщина. У двух других фильтров толщина меньше 7,2 и 7,1 мм. Толщина рамок фильтра, прежде всего, имеет значение по факту появления виньетирования. Я провел тесты на виньетирование. Использовал я, естественно, 12 мм, но надо иметь в виду, что у меня микро 4,3 система, соответственно, кроп 2. Для теста я задействовал постоянное значение выдержки и ставил автоматическое изменение диафрагмы и светочувствительности. Сейчас вы можете видеть тесты, сделанные на ND-фильтр 2.32 в различных вариациях затемнения. Поляризатор на минимум. Как вы сами видите, при использовании с поляризатором на минимум, ярко выраженной виньетки какой-либо нет вообще. А вот если использовать максимальное затемнение и при этом задействовать еще и поляризатор, то на фокусном эквивалентном расстоянии 24 мм уже появляется по краям заметная виньетка. Фильтр 32512. Даже от ND-64 можете замечать, что появляется потихонечку по краям виньетирование. Увеличил фокусное расстояние приблизительно до 36 мм в эквиваленте и, в общем-то, виньетка практически сошла на нет. Фильтр 8128. Фильтр 8128. Откуда там появляется виньетка? Ведь, по сути, мы же не меняем фокусное расстояние, у нас происходит смена стопов. Предполагаю, что это тот самый крест, который просто по факту не открывается по полной, и он потихонечку начинает проявляться уже по краям кадра. На всех фильтрах, не считая ND-232, рамка имеет ребристую поверхность, поэтому их достаточно удобно накручивать на объективы. Все вареофильтры имеют разный диаметр резьбы, внешний и внутренний. Вы решаетесь возможность использовать при накрученном вареофильтром вашим, во-первых, крышкой от объектива, будет сложность с использованием родной бленды вашего объектива. Ну и плюс, здесь, в общем-то, не на всех из представленных сегодня фильтрах есть внешняя резьба. В принципе, внешней резьбы у фильтра ND-232 нет вообще. Что касается других двух фильтров, то она здесь есть, но достаточно маленькая, буквально на 1-2 оборота. Сейчас вы можете видеть изображение, которое было снято в студийных условиях, без фильтра совсем. Я использовал баланс белого, отбитый по белому листу еще без фильтра везде. А дальше я вел компенсацию экспозиции с помощью выдержки. Наименьший цветовой сдвиг показал фильтр 8-128. Всего лишь 50 кельвинов в сторону теплых цветов, 3 единицы в сторону зеленого. У ND-232 отклонения были на 250 кельвинов в теплые цвета и 5 единиц в зеленые. У фильтра ND-32-512 отклонений еще больше, там 350 кельвинов, но на этот раз уже в сторону холодных цветов. 4 единицы в сторону зелени. Я снял еще фотографии. В описании под видео вы можете найти ссылочку на облако. При желании вы можете скачать эти фотографии. Начинает в минимальных значениях переменной плотности до максимальных. Что касается резкости, то падение резкости у фильтров я не заметил как таковых. Если они есть, то малозаметные на глаз. Мне понравилось качество изготовления, сборки этих фильтров, всех трех. Плавность, вращение, надежность. Достаточно неплохое качество изображения в принципе, особенно касаемо к резкости. Наиболее качественным в плане цветов мне показался фильтр 8-128. Классным моментом здесь является наличие стопоров. На всех фильтрах у нас есть ограничители. Что касается фильтра 2-32, то конечно интересным плюсом является наличие здесь одновременно и ND вариата, и фильтра поляризатора. Вам не нужно таскать с собой несколько фильтров одновременно. К минусам можно отнести появляющееся виньетирование. На фильтрах 2-32-512 виньетирование начало появляться на широкоугольной оптике уже от второй ступени 64. На фильтре ND8-ND128 у нас виньетка начала появляться также на ND64. Но здесь это уже практически предпоследняя ступень. Ну и что касается фильтра 2-32, то здесь у нас виньетка на всем диапазоне ND не появлялась вообще. Появилась она только когда мы выкрутили поляризационную составляющую на максимум. С точки зрения именно, прежде всего, людей, работающих с видеоконтентом, не самые удачные диапазоны. Резюмируя все вышесказанное, все проведенные тесты и, в общем-то, плюсы-минусы, я бы сказал, что наиболее удачный из представленных сегодня фильтров это фильтр ND8-128, который практически не имеет цветовых искажений и достаточно слабое виньетирование. На втором месте я бы, наверное, поставил фильтр ND2-ND32 с поляризатором как достаточно интересный вариант. Не хватает, конечно, максимального значения плотности, какого-нибудь повыше, хотя бы до 64, мне кажется, было бы более актуальным. Что ж, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на другие соцсети, ссылки на которые вы можете найти в описании под видео, либо сейчас видите на экране. А я хочу также напомнить, что на канале периодически проходят онлайн-трансляции, на которых мы собираемся, и вы можете задать свои вопросы, я постараюсь на них ответить. Вопросы могут быть, как посвящены тому оборудованию, обзоры на которые я делаю, а также, в общем-то, стриминговому оборудованию, видеомикшером серии Atem, Evo Matrix, либо Stream Studio YoloBox. Еще раз спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok